В общем, у меня много негатива, и всё. Моя агротехника построена, и лекции построены на противоречиях. То есть, вначале показываю, как не надо. Никогда не покупайте в коробках. Чек купил в коробке в прошлом году, перенёс домой. Я не знаю, почему там её не разрешают заглядывать. Принёс домой. Вот, смотрите. И что я увидел? Смотрите. Вот это и было. То, что... В общем, это все корни. Всё. Вот все корни. Давайте увеличим. Вот. Всё. Вот видите, вот-вот. Это и всё, за что заплатил человек. А я от меня, я добавил. А, я всё-таки обещал обойтись без этих... Без битья морды. Ладно. Вот это вот. Ещё раз. В 20-м году опять попалось. Да, чечка. Значит. Колновидное плодовое дерево просто выбросили деньги. Редчайший случай. Я не мог пройти мимо него. Почему? Редчайший случай, когда... Человек в Дзене написал то, чего я... Должны были написать уже несколько миллионов человек. Но несколько миллионов молчат. А она написала. Я пишет. Я писала, что весной мы повелись на красивое фото. Фото. И купили саженцы колновидных деревьев. Это же этот Павел Дзене Беккер. Так вот, послушайте сюда. А это не фото. Это рисунки. Поняли? Это нарисовано. А вот человек купился, потому что не их уровень. И я сегодня, вряд ли, дойду до того места, где опять обращаться буду. Дайте выступать перед всей страной. Вот. Я выберу таких тем. Ну, буду же отоговорить. Чтобы мне хватило один урок 45 минут. Вот. И тогда не надо послать этот самый спецназ. Не надо этот, так называемый этот, персонал Беккера, мошенников с мордой в землю. Вот. И у них просто лопнут, потому что у них не будет покупателей. Которые надеются, что у них вот это будет. Вот, пожалуйста. Вот такие. Вот они. Какие коробки в последний год заполонили всю Россию. Всю. И вот, понимаете, когда несколько миллионов куплено, это несколько миллионов мертвых деревьев. Вот они корни. Полюбовались. А этого не читайте. Я же обещал сегодня быть скромным. Без мордобития. А это я когда-то, много-много лет назад, Сергей Железов только высунулся в интернет. И получает прямо домой. Вот. Советский район. Дом 5, квартира 6. Прямо мой Сергей Железов получает рукопед... Нет, это там. Ярко-красочный каталог. И с этими самыми фотографиями. Он. Мой лучший ученик. Его хотели купить вот этими вот самыми. Вот так вот. Вот. А команды. Рассказать всей стране. Нету, нету и нету. Вот это я еще, знаете, все-таки согласитесь. Я удивился, как. Сейчас я не знаю, тут будет, не будет. А, ладно. По-белорусски это всего несколько рублей. Я еще удивился, думаю, что ж такое дешевое там. 11 рублей, 15 рублей. А потом сообразил, что это, наверное, не у нас. Потом нашел вот этот. Вот этот самый нашел. Вот. Оказывается, продают они. Этот самый. А, нет. По порядку. Ну, и так. Сейчас я вас. Это мой долг, ребята. Вот. Чтобы вот таких огорчений не было. Вот этих вот. Вот этих жутких вот этих. Вот. Выбросили деньги. Я вам сейчас познакомлю еще раз. Ну, как живой участник, живой свидетель. Вот. Я ошибся. Это еще не Беларусь. Беларусь будет ниже. И так, смотрите. Мне стало любопытно. Я готовлю вебинар. Пусть я повторяю. Что мне нужно новое и новое доказательство. Дело в том, что я до сих пор... У меня в течение многих-многих лет не было доказательств, что плодоносит хотя бы один из тысяч купленных саженцев, купленных в крупнейшей России питомники, что этот... Какой вы сами догадались? Вот. Что хотя бы один заплодоносил. А почему? Потому что там четко было сказано, что они прививаются на карликовой вишни. Песянные вишни у них еще есть другое название. Мелко... Мелко... Там такое признительное название. Мелкая... Мелкотрапчатая. Мелкоотрапчатая. Что-то в этом роде. И вот. Но на самом деле это вкусами до 20,5 метра. Вот. И, естественно, он имеет почему-то возможность, хорошую возможность... Вот на беду абрикосов он с ним совместим биологически. Ну, а три года. А потом все убирает. И сейчас страна, получается, ее обирает просто. Да? Вот. Прошли годы. Я критиковал не раз. Не сильно. Потому что я связан был дружбой с некоторыми... С некоторыми... Представителями персонала. И как-то мне подножки ставить не хотелось. А в те годы я был намного круче, чем сейчас. И известность моя была, ну, примерно в 10 раз лучше. Больше, популярнее. Это было. Все знают. И тогда... Тогда просто больше интересовались садами, чем сейчас. И вот я вчера, думаю... Это сегодня шестой, да, вчера. Я стукнулся по... Думаю. А не интересно как. Мои, пусть... А последние, пусть такие, знаете, покусывания легкие, такие дружеские. Ну, мол, сколько можно. Видите, нету результата. То есть вы обираете людей. Так. И все это время... Я думал, ну, может быть, сыграло это как-то. Был момент, когда по моей просьбе... Я сам не стал этого делать. Ну, кто меня не знает. Каждая собака. Вот. По моей просьбе кто-то позвонил туда. Телефоны не скрываются. Вот. И спросил, на что привитый абрикос. Ответ был, на маджурский абрикос. Я успокоился. Прошел еще год. И вчера я взялся вот так вот, бах, по лбу. Ап, возьму-ка я и загляну туда. Ведь там должно было исчезнуть слово, эти полукарликовые подвои. Оно должно было исчезнуть. И вот я открываю. Это было вчера. Это все свежее не бывает. И смотрю, я только одну фотографию сделал. Я, чтобы не расплываться мыслью по древу, коротко. Комплект полукарликовых абрикосов. Ага, полукарликовых. Снова комплект полукарликовых. Ну, это, конечно, скромные абрикосы. Чемайский, Китегинский. Это типа моего маджурца. Но, тем не менее, они полукарликовые. И тогда у меня зародилась мысль, что, наверное, они привыкли на те же самые песчаные виски, в скобках, бесей. Внимание! Вы думаете, я просто так говорю? Нет, я по делу. Когда я зашел сюда, сразу... Дзинь! Здравствуйте! Мы готовы ответить на любой ваш вопрос. И тут я уже давно этого не делал. Я уже устал. Вы мне не помогаете. Вот. Я пишу. Вот мои... Это прямо с экрана. Полукарликовый абрикос. Это прививка на песчаную вишню висею. Обратите войну на дату. Двадцать час, двадцать пять секунд. Ну... Бывает, стареем, фото 223, 23 год. Так. Сказал А, говори Бе. Уже ли еще на флешке. Мне же не сразу ответили, но ответили. Ответили. Я надеюсь, вы никуда не спешите. Спешить надо, преломли блох. Я такой стал. И когда муж не вовремя возвращается. Тоже надо спешить. Ну и все. Эх, какой троп сейчас был бы, если бы увидели их ответ. Может быть, он у меня тут затерялся. О! Вот же он. Здравствуйте. Да. А, а я как проглядел-то, я смотрел. А, ну тут несколько фотографий раскрыли. И так, и так, и так, и так. У меня начался, подумайте, что я тут голову морочу. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Первая фотография. Пятого, одиннадцатого, двадцатого. Смотрите на дату. На время. Двадцать один, двадцать пять. Полукарлик и абрикос. Это прививка на песчаную вещь и бисею. Видели? Ждал недолго. Как я умудрился? А, вот. Татьяна Мэ. Двадцать один, двадцать девять. Пятого. Все, сапало? Здравствуйте. Да. Вот так вот. Это значит, еще тысячу произведут. Десять тысяч абрикосов-корибитых. Вот. Вот они. Каплет пару карликов, полукарликовых. И люди не получат ничего. Не вот эти вот красивые фотографии. У них в саду будут. Ничего. Был один случай. Мне женщина прислала ссылку. Вот. Она сняла фильм. У нее в саду росло несколько. Я еще удивился. Они были достаточно крупные, трехметровые. Она сказала, что абрикосы. Да, было не так. Она ничего не утверждала. У нее на них урожа нифига не было. А на одном было, ну, может быть, плодок двадцать. А в это время у меня уже было бы двадцать ветер, а у нее двадцать штук. Вот. Потом это дерево падает, и она стоит возле дерева. Вот. Вспоминаем ее. Мы расшифровывали это самое. Да что это такое? А это... Отломалась по прививку. Алиса, это на подбое. Вишневая? Вот так. Алиса, это же вишневая. Что это такое? И вот получалось, она много лет, ну, немного, три-пять лет растила. Растила. Вот. Упала. Двадцать плодок попробовала, и это все. Вот это еще раз. Здравствуйте. Да. Татьяна М., вы извините, если вас уволят, делайте то, что я за людей заступаюсь. Вот. Но зато врать не стали. Так, возвращаюсь я немного назад, опять что-то... Вот. Вот это вот я почему показываю. Итак, когда у меня был конфликт с представительным хозяйством, они сказали, значит, мы берем пример, с южных стран, у них все хорошо, у них большая производительность, доходы. Вот. Поэтому мы их опыт распространяем. Я отвечаю так. Вот такое нам и не снилось. Вот. Мало того. Если мы вот это вот все сделаем, то у нас будет цена недоступная. Хотя у нас дешевый труд, рабочий труд дешевый. 10 раз дешевле, чем, допустим, ну, может, это Италия, да. Там нормально зарабатывают. Вот. Все равно, у нас никогда таких урожаев не будет. Раз. Значит, анфинка выделки не стоит. Вот. У нас никогда не будет такой механизации. А если бы вы сделали такую механизацию, и у вас будут вот такие деревья, вот такие, и, внимание, вот такие. Ну, это ладно, персик. Уже понятно. Перенеси этот персик. Разве можем вот это? Обратите внимание. Все деревья, они не просто очень нежные. Ну, нежные плоды, ребята, это же персик. У него морозыкость на уровне 15 градусов. Вы понимаете? Это уже Средиземноморье, да? А посмотрите, как они изувечены. Раны, вот внимательные будьте. Раны, 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 раны. У нас она не продержится ни одной зимы. Просто весь сад будет мертвым. Нужен нам этот опыт? Про это мы еще поговорим. Раз. Теперь. Вот и сюда. Вот. Для того, чтобы был механизирован труд, а механизация-то значит, что раз, два, три человека обрабатывают гигантский сад. Отсюда прибыли. Сделаем все это. То есть сделаем столбы. Столбы это металлические. Вот. У нас за них корни замерзнут. Просто замерзнут. Вот. Ладно. Допустим, они не металлические. Будут мерзнуть, но может не так. Шпалеры. Вот. Это называется шпалерный сад. Далее, значит, здесь. Все это привязано с помощью вот этих самых. Ну, сами понимаете. Кажется, садник подвязан вверх-вниз. Еще вот со всех сторон. То есть он зафиксирован мертво. Почему? Потому что они иначе попадают. А самое главное. Здесь плохо видно, но на них так же на каждом дереве десятки ран. Этот сад, этот сад. И этот сад. Даже если это. Я не знаю, что это. Может быть яблони, может груши. Даже они у нас замерзли 100%. Нам их опыт не годится. А Минсельхоз принял решение. Переходим на их технологии. Вот. Ну, и ждите свои сады. Вот. Вот это я хотел сказать, потому что меня представительное хозяйство упрекнуло. Помните, что я их грязью поливаю. Они основываются на южной агротехнике, как на ведущей в мире. Они привели Италию, Голландию, Израиль. Ну, давайте. Один сорократный мороз. Вот. И больше мы оттуда не получим ни одного яблочка. Я же говорю про першики. А вот эта фотография, я знаете, это, тоже прикалываюсь, недавно делал. Знаете как? Это с интернета. Значит, ее используют, смотрите. Используют наши. Вот давайте вот сюда заглянем. Итак, вверху, справа. Питомник Подмосковья. Гармония сада. Вот его почему-то по английски название. Питомник Подмосковья. Скажите, пожалуйста, это у вас в саду, у вас есть материнский сад, а? Ну, материнский сад есть? Это вы у себя в Подмосковье фотографию сделали? Тогда скажите, ну, это понятно, что броня стопроцентная, но у нас все привыкли верить. Помните, как женщина писала, соблазнилась, там, наверное, фотографии было? Так вот, посмотрите на эту лестницу. Вот эта лестница, сюда поднимается человек, килограмм под 100 весом, плюс обвешан бедрами, а иначе там, это что, надо каждое яблоко снять руками? Согласны, иначе оно будет разобьется. За что держится эта лестница? Догадались ли, это еще крупнее? Я люблю прикалываться над этим, над мошенниками, но они не мошенники, они преувеличивают, скажем так, за что держится эта лестница. На нее наступает человек 100 килограмм весом, вот, а предназначена она обычно для дюймовочки или для феи. Знаете, такая есть фея, лесная фея, садовая фея есть, да, а фея весит 0 килограмм, 0 грамм. Вот эта фея могла бы залезть, а человек не может, потому что эту лестницу нарисовали. Но скажите, что я не прав. Вот так вот это выглядит. Без критики я все равно не удержался. Это моя задача, это моя роль, потому что больше в этом направлении никто в России не работает. Вот. Вот теперь мне понравилось, что есть человек, вот, опять фамилию не буду называть, есть на том причины, которые облом прививки на ВСП. Это часть его, вот, чем мне нравится специальное хозяйство, иногда попадается в толковой статье. В результате работы было отмечено, что срастание абрикосов с этим видом, часто называемой песчаной вишней песчанкой, происходит хорошо, наплывок почти не наблюдается. То есть, смотрите, из-за этого обираются у нас, в конечном счёте, сотни тысяч садоводов, которые покупают абрикосы, песчаной вишни. Видите, что пишет специалист. Вот, срастание хорошо. Ну, а дальше? А дальше надо читать. Дальше не подчёркнуто. Вот. Хотите, прочитаем? В дальнейших испытаниях оказалось. А почему после этого никто не отменяет вот это? Итак, всё-таки прочитаем. Я должен заручиться поддержкой такого суперспециалиста. Вот. При хорошей первоначальном срастаемости с абрикосом, после этого появляется физиологическая несовместимость. Сколько лет я отвержу об этом? 20. 25. Ослабленный рост. Плохо развитые опады. Да как же, на кустарник прерывает гигантское дерево. Что же вы хотите? Появление хлороза. Образование на пловом месте прививки. Наблюдается плохая якорность ко мне. Только кустарничек. Хм, Господи. Вот. Привитые деревья часто падают. А помните эту даму, которая мне прислала эту ссылку с обидой? Дерево упало, оказывается, снизу вместо абрикоса подмоя. Его ещё можно было бы как-то приспособить. Видишь, я понял, да чё, какая дикая. Деревья снижают продуктивность, плоды мельчают, качество ухудшается. Подвой песчанка не меняется в филологических фаз привитых абрикоса. Сроки светения, т.т.т.т. В общем, вы поняли. Может, я потом... Так. Есть такой... А я боюсь набрать. В общем, это прекрасная статья. Я поздравляю представительного хозяйства, что нашёлся автор, который написал всю правду. Так. Вот. Тем более, к сожалению, одно другому не мешает. У нас нет горжанского общества, у нас нет такого понятия, как когда вдруг команда фаз. Ага, Железов-то нашёл концы. Вот, с одной стороны, суперспециалист. На его стороне. Вот. Собственно, доплывая, это самое, всё хуже, всё хуже. Якорность падает. Обламывается по прививку. Вот. Наконец-то я нашёл такую статью. А с другой стороны, полукавликовый абрикос, это прививка. На пищевую вещь не бесею. Помните ответ? Да, так я в одиночку и воюю, но, к сожалению, ещё тысячи и тысячи людей. А ведь это, заметьте, это было вчера, это, знаете, действующий каталог. Вот. Действующий каталог. Деньги на ветер. Вот. Это пиво без водки нет. Водка без пива, деньги на ветер. А тут ещё страшнее. Там, ладно, можно, в крайнем случае, без пива. А тут-то уже никак. Деньги на ветер. Вот. Поздравляю описание хозяйства. Летний случай, когда я их похвалил. Прекрасная статья. Вот я потом найду всё-таки. 90% знаю, кто автор. Ну, а вдруг ошибся. У меня память подводит. Вот, видите, здравствуйте, да. Да, да, полукарликовый абрикос – это приливка на вишню. На карликовую вишню. Вот. Ну, всё, заканчивается наша работа. А проблема с обрезкой. Дело в том, что сейчас у нас начало зимы. Но в южных районах и где-то даже в средней полосе, и где-то даже в северной, меняется, зима пришла, вернулась осень. Зима-осень. И, понимаете, в чём дело? Дело в том, что они никак не могут успокоиться. И кто учит деревья ослаблять, заставлять их болеть, погибать, они не могут отказаться от этого. То есть уже осеннее обрезка мы с вами несколько десятков проработали, публикации. Но вот это вот, раз уж получилось, что я такую пачку взял сейчас, вот, ну, мне всё равно через неделю возвращать эти же. Я туда решил, но я не могу ждать с следующего июня, чтобы сказать, караул что же вы творите? Вот, просто деревья пользуются, то можно обретать до середины июня. Как человек мог это решить? Остался июль, август, июль, и октябрь, и уже снег выпал. Когда ж после каждой обрезки, а это тоже одно из моих величайших вселенских наблюдений, что каждая обрезка, смотря какой срок, ранний, средний, поздний срок, приводит к пробуждению дерева несвоевременному. Вот, то есть, вспоминаем, осень, тут же на дереве висят яблоки, груши, тут же цветы. Вот, я говорю, начинается с того, что, совет, вот человек получил вот это, что висаде находятся, да, получил его, свежий номер ему пару лет от роду, получил этот, допустим, статью в июне, и, господи, да, ещё не поздно, пойду-ка я резать. Всё равно там половина веток лишних, научили, спасибо, вот, и отрезал. И в этот момент случается страшное. Пробуждаются почки, которые должны были не пробуждаться, часть обхороны убрали, тут же начинают восстанавливать. Но у нас не Голландия, не Италия. Они начинают восстанавливаться, и попадают под мороз, и погибают. Вот этот автор, вот этот автор, Калугин-аград, но об этом не знает. Это большая-большая ошибка её. Это, она лезет со своим советом, но сама ничего об этом не понимает, к сожалению. Вот я уже не буду всё цитировать. Самое страшное, что она разрешила. Да, она сказала, обрезка ослабляет деревья, но зачем было тогда разрешать в июне это делать, раз ослабляет. Вообще-то одно давайте. Вот. 16 мая, посмотрите, это Сибирь. Чтобы вот не думали, что здесь Украина. Знаете, на Украине, я всегда удивлялся, в Кишинской области, там многие умудрялись два урожая картофеля. То есть, садят в морде, потом на той той площади, где-то в середине лета выкапывают картошку, снова садят, и до зимы, и вот это Украина. А когда у меня морда опять, Валерий Костянович, на вас климат, как на Украине. Ну вот, подвернулась фотография, 16 мая этого года. Посмотрите, вот деревья, да, на них лисев нету. 16 мая, подчеркиваю. Лисев, ну, на дальнем плане, вот он, матовичный сад, молодой. Это тот сад, который вытеснил питомник, питомник переехал туда, ближайший дом, вот. И вот идет продаж и саженство. Не 16 апреля, а 16 мая. Вот он, Украина. Тем более не 16 марта. И вот, обратите внимание, ну, заодно, вот саженец, ему два года, он собирается свезти. За два года его не купили. Вот. Ну, скажете, дорого. Ну, вы видели, там, выше, сцены были, где продают полукаржиковые деревья, обреченные на смерть. Ну, цены сопоставимые, да? Ладно. Это я просто, чтобы подчеркнуть. Это живая история. Это документ, это документ. Да вот. Все живое, но без листьев. Значит, еще вот-вот июнь наступит. Вот. Дальше у меня тут две фотографии. Одна вот здесь. Ух, найти по-второй. Это очень важно. Я, если я учу, советы даю, то я даю советы где только могу. Где только могу. Сейчас я сделал фотографию соседского сада. Я показал его в этом, в фильме, в виде фильма. Но, я знаете, что натворил ей? Там просмотров 200-300. Вот оно, вот оно. Итак, смотрите сюда. Вы видите, этот костер? Значит, я уже успел соседа шугануть. Вот он, костер. Он взял грабли. Вот эту траву сухую, вот он взял, ему не лень было, где-то с нескольких соток, а я сразу не увидел. С нескольких соток он собрал большой такой получился этот и жёг, подкидывал, жёг, подкидывал. Вот. А вы же мою манеру знаете. Вспомните, как я пугал соседей этими. Экологическая полиция. Видите, повторяется, что говорил в фильме. Вот, видите, без обмана. Смотрите дату. 2-го ноября. Видите? 23-й год. Всё это не выдумано мной, а вот оно реальное. Вот. За забором всё это. Я фотографировал, вот так руку поднял, за забором, и сфотографировал. Вот. Саша кричал я. Вот. У тебя есть 50 тысяч лишних? Он говорит, нету. У меня и 500 рублей нету. Я говорю, так, а что тебе? Консерты развёл. Сейчас увидят же его издалека. Он тогда был больше, когда мы разговаривали. Дыма была. Это уже остатки. Я потом сфотографировал. Сразу не догадался. Вот. Что ж ты это самое? Сейчас приедут 50 тысяч. Я не знаю до сих пор, сколько штрафуют. Это я придумал про 50 тысяч. Вот. И многие оживут. И не знаю, что тут же. Уже в этот момент я ему говорю, Саш, в Ташвивском районе два таёжных пожара. Не могут погасить. Вот это была правда. Потому что по новостях сказали, в Ташвивском районе бушуют два пожара. И гасят. Я говорю, ты же полдень не спалишь сейчас. Если бы вся эта трава вот сейчас поднимется ветер. Где-то всё заполыхает. Вот что это. Это же... Ну, это... Все же видели степные пожары. А здесь почти степень. У него там суток 20 просто брошено на это. Ничего на них не делают. Вот он перед нами. Целина. Ну, загасил. Дальше, кстати, как загасил? Уже ушёл. А он ещё не погас. Он решил, что сам потухнет. Вот я сфотографировал. А для чего? Потому что самое страшное это когда... У меня такие фотографии есть. по соседям. Ладно. Он удлился всю сухую траву сгрести. А люди листья сгребают. У них сады нормальные. Вроде моё. Сгребают листья и тоже поджигаются. То же самое. Вот когда у меня было в гостях Елена Александровна Савинича с соседями а их сгрей эту самую траву. Пусть это было три года назад. Это было. Вот. Теперь сгребают. Отказаться от него им кажется некрасиво. Когда участок вот так придумали. Участок покрыт листьям. Это как мусор для них. Теперь они сгребают и валяют в кучах наученные мной. Но уже не поджигают. Но это тупая работа. Они деревья лишают беды. Видите сколько я наговорил. А теперь возвращаемся к нашим этим. Смотрим сюда. Вот. Я же не болту. Это Андрей. Вы уже знаете его. Вот. Если серого когда-нибудь заберут чтобы учить садоводству выпускников Тимирезовки он хоть куда бедно огранул. Вот. Или бы там такая работа была бы. Ну пристепно. А не как у нас когда этот самый кандидат наук в заверующую лабораторию перед пенсией получил 15 тысяч рублей. Вот. А потом говорят еще у них кстати еще и меньше делали зарплаты. Вот. Когда мой друг уволился оттуда. Из института аграрных проблем Абакана. Так вот. Я почему про это сказал? Потому что надо приходится учиться всему с нуля. Вот. все надо делать с нуля. Это значит что вот это все сжигается по всем правилам. Здесь в сторонке стоит несколько метров с водой. 20 метров шланг и этот самый скважина. Вот. И теперь попробуйте придаться. Вот. Вот это уже по-настоящему. Ну и давайте скоро будем заканчивать. Все немного ушло на формировку кроны. Я показывал вам это. Дело в том, что сейчас вспомню. А что у нас ребята в рюкзаках? Ну-ка. Я забыл, что здесь. А, вот. Осталось несколько минут. мой друг, мой помощник, мой зам по литературной деятельности, это Троценко Павел Николаевич, попросил на вебинаре вот это вот продемонстрировать. Я открыл одну ссылку. Здесь речь идет о книгах. Посмотрите, это то, что он продает. Лично осталось 80 штук. Цена 1160. Видите, брошюра 225 рублей. Этих, слава богу, много. Ну и так далее. Получается скидка 32%, 41%, 29%. Ну, молодец, Венградис. Молодой, грамотный парень умеет заинтересовать. И я с удовольствием вам показываю. Вот. Теперь раз я это показал, я свое обещание сдержал. Значит, цены в моем каталоге вы видели. В одном случае выгодно брать у меня, в другом у него. Сравнивайте, покупайте. Мы все равно все деньги делим пополам, поэтому мне все равно где вы купите. Раз. Это одна ссылка. И вторая ссылка. Я на этом закончил, время вышло. Вот. в данном случае речь идет именно о брошюре. Вон они у меня лежат, эти брошюры. Случилось чудо. Недавно за 200 рублей у меня было куплено их аж 4 штуки сразу. Вот. Живем, а вот на рекламе. Вот. Все, я не хочу подробнее говорить о ценах. Вот. Я свое, как это свое объяснение выполнил. Я вам показал обе ссылки. Кто-то может еще как делать. Я не поленился. Я взял для полной объективности у себя в гостевой разместил обе ссылки. Вот они. Вот одна и вот вторая. Это так рекламу убрать. Вот так это выглядит. И наше время осталось сколько минут? Пять. Сейчас посмотрим, что там телефон пишет. Кто-то грозился позвонить во время вебинара по волшебному вопросу и не позвонил. Вот. Ага. Знаете что, ребята? Я два раза скажу. Смотрите, пусть на это уйдет последние минуты. Да, мне надо тогда изменяться перед Рамилем Ахмедшином. Свежее письмо из Татарстана. А, вы посмотрите, город Таргыз, Татарстан, да? Вот этот человек, у него волшебные руки. Сказать, пусть еще пару слов. Значит, а я горжусь. Получил от вас имена, хочу поделиться. поверьте, не засланный казачок. Видите, опять крестюсь. А то скажут, мы же привыкли к кругу броню. Вот. Орех манжурки скорость 100%. 25-40 сэмэ. Ну, оно и должно быть. Это живучие невероятно. Абрикосы 98%. Это сколько получается? Из сотни 98% или из 50-49. Вот. 75%. Высота до полутора метров. Высня войлочная схожесть 50%. Нормально. Сад готов. До 130 сантиметров. Пирсик Касанский 3 штуки вырос 1. Ну, самоплодный. Я считаю, поздравить можно. Даже с 3-1. Уссурийская 70%. В сентябре посадил на постоянное место на холмике 30 сантиметров. 37 расставил на весну. В сентябре раз посадили, они же у вас до обстоятельства рослые, где-то есть, видите, и 8 сантиметров, полтора метра. Вот. Они должны прижиться. Но холмик первый год только имеет недостаток. Быстрее высыхает. Мороз, вот когда, допустим, уже снегом накрыло, а из холмика вот так вот торчит верхушка холмика. Корни могут подмерзнуть. Надо учитывать это и не лениться где-то подкинуть, например, снегу. Первый год. А со второго года его всё по барабану. И вот он мне что написал. Хочу заказать для подвоя котики барабрикосов. Какие сорта порекомендуете. Зимы снежные. У вас преномерованы сорта это поколение или что? Вот. Так. Ох, ещё. Сейчас ещё нет. У меня осталось пара минут. Так вот. Лучше всего, раз вы хотите барабрикосы, а у меня преномерованы не барабрикосы, а сыновья, значит, берите смесь. Не смотрите на фотографии. На одной фотографии жёлтой, на другом, красной, на третьем, розовая. Перейте в смесь. Вот это и будет. Почему? У каждого манджурского априкоса есть второй родитель. Они растут в перевозку. Манджурский, королевский, манджурский, 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 академик, манджурский. Всё сделано специально. То, что мне внушили, что у вас смешанный сад и у вас вырастут только дикари, уже давно опровергнуты в десятках, если не сотнях садов. Вот. И от чистой души говорю, не верьте тем, кто говорит, что будут дикари. Я про это написал первый раз в 19 веке, в десятки раз повторили в 20 веке и сотни раз повторяют в 21 веке. А самое главное, ком грязи. А у вас смешанный сад, значит, логика-то где культурные абрикосы являются супругами манджутских абрикосов. Как они могут быть и коррами? И уже всё доказано. Уже Ваулин этот самый директор Мятского института получил прекрасные результаты с моих, моих, моими руками выкопанных с ЕНС, вот таких вот. Вы понимаете? И увидел, а? Во-первых, вы волшебник, гражданин Ахмед Шин, вы самый настоящий волшебник. У вас по этому самому, у вас по названию имени и фамилии, наверное, вы татарин. Так, а с древних веков за татарами слава прекрасных садоводов. Вы это подтвердили. Ведь не у каждого получается 98% или 100%. Не у каждого. Не у каждого. Вот. Ну и желаю вам удачи. Заказывайте. И ещё раз уж до ну не надо зарабатывать деньги, детей-то куча. Вот. Какие сорта персиков есть на продажу. Значит, вообще те же. Вот. Сейчас самое интересное, знаете, что я вот сегодня забыл заехать на почту. Где-то уже неделю ко мне идёт посылка вот от Галины Яковлевой Сахалин. Вот. И сейчас только держите за стулья. Вот держите за стулья. Как теперь отнести к чему его персики отнести? Эти. Вот. Почему? Каждый сенец персика это личность. Понимаете? Обязательно иметь какие-то особенности. Не обязательно внешний вид. Может чуть-чуть отличаться окраска. Может отличаться. Сахар может чуть больше, чуть меньше. Скороплодность на год больше, на год меньше. Морозостойкость 38, может 36, может 40. Поняли? Так вот смотрите. Я специально здесь ставил. Итак, вопрос. какие сорта персиков есть на продажу. Ну, три стержня. Вот. Минусинский, Хасанский, Бродский. Вот. Бродский уже кончается. Ладно. Это, кстати, благодаря, благодаря этому. господи, я забыл, Мезин, 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 это он культивирует, у меня даже нет дерева, нет братского. Вот. И вдруг, внимание, за стулья взялись, про Мезин, вы уже знаете, про Макарова знаете, знаете, про башкирского этого, вот я фамилию не запомнил, башкирского волшебника. И вот Сахалин. Давайте начали фотографии. Вот фотография. Видите? Внимание, сюда смотрим. Видите? Это фотографии пришли ко мне откуда? Сахалина от Галины Яковлевой. А теперь письмо. Ну, это же надо. Добрый день, Валерий Константинович. Не сочтите за наглость. Но я вам высылал косвийский персиков посылкой. Вот так же вот. Вот сапожник без сапог. Прошу использовать их в нужном для вас деле. Хотя, видите, как я не только шашкой махаю, хотя на посадку или продажу деньги тоже куда нужнее. Вот это вот. Деньги тоже куда нужнее. И, внимание, только мне не надо возвращать. То есть, она мне пока на эту минуту мы считаем, что она мне дарит на эту минуту. Мы с мужем вчера посадили целую грядку. Ну, еще бы с таким выражением. Да еще весенняя растет. А теперь горькие слова. Сахалин маленький, никто особо не берет. Пять себе купили пока и все. Вот так вот. А у вас вся Россия даже больше. От чистого сердца. Ниже код на посылку. В общем, получается так. Она мне дарит косточки, я их продам и все деньги себе возьму. вот показать кокер Галину Яковлеву. Обидитесь. Я похож на этого, на Роча. Короче, дальше можно не говорить ничего. Но слезу вышибло, когда вы мне дарите косточки моих персиков. Ничего. Если продам, сочтемся. но у меня вся Россия нету. Дело в том, что нас как было мало, так и сейчас мало. У меня вначале брали-брали, взяли штук 300. Сейчас тишина. Вот сейчас кто-то заказал 5-5-5-15 и еще денег все нет. И уже тишина. А вокруг тишина, а вокруг не души. Для вас Сахарин маленький, а для меня Россия маленькая. Дело в том, что настоящего спроса нет. И я уже начинаю сомневаться. А продам ли я эту тысячу косточек? Я еще не знаю, сколько вы прислали. Но ваши косточки будут продаваться так. Значит, сейчас я примерно можно я сейчас как-то называть? Симпровизирую, да. Значит, причем подумать так. Значит, перчик Хасанский, кулон Яковлевый. Ну, потом это все. Это будет номер 4. Понимаете? Номер 4. И допустим, кто-то скажет мне все сорта какие есть. Видите как? Мне сорта какие есть. Я еще возьму вот эту фотографию. Если там их 10, 20, 30, то, конечно, я ничего этого делать не буду. Вот. Просто это. А если их там сотня, 2, 3, тогда придется отложить и их отдельно продавать, как ваш кулон. Только учите, мои не замерзут, а если ваши замерзут, значит, что будет ответственность на вас, гражданка Яковлева. Поняли? Вот так я полушутя, полусерьезно, но я говорю о серьезных вещах. Ну что, все на сегодня? Наверное, все. Что-то тут где-то было чуть-чуть недосказано. Еще раз спасибо. Ну надо же, мне железо дарят, дарят. Вот. Дарят мои же эти. Ничего, все, все. Вот. Да, все. Все, все, все. Я уже хотел сказать про Ахмедшина. Вот. Про его великолепные результаты. Так. Постепенно выясняет ситуация. Лучше садовод и татары. Так. Ну-ка, украинцы, белорусы, русские, вот, евреи, вот, башкиры. Не уступим татаринам Ахмедшину? Заметьте, никакого национализма. Ну так получилось, что в древней Руси. Я прочел десятки книг про древнюю Русь. Древняя Русь это Волга. А Волга это башкиры, татары, мурты и прочее. И всегда подчеркивалось, мы еще не знали, мы россияне, что такое яблони, груши, не считая диких. А на Волге были сады. Прекрасные сады на Волге. у татар, у башкир. Поняли? У удмуртов. Это сейчас удмуртия стала настолько убогой, только потому, что людям мозги запудрили, вот, продают им всякое дерьмо, уходят с рынка удмурты, те же самые башкиры, да и татары тоже, в основной массе. Вот. Уходят с рынка обешанной лапшой, несут двух-трехметровые сады. Вот. Вот столько корней. Ну, все. Я, получилось грустно. Вот. Единственное, спасибо. Спасибо, Галя. Галиночка, роденька моя, я бы тебя расслабил бы сейчас. Но сахарин далеко. Далеко. Не могу дотянуться. Вот. Вот за это письмо. Как оно меня, это, как оно меня растрогало. Ну, все, будем продолжать после таких писем. Так, теперь, друзья, наше время истекло аж лишних восемь минут. Ну, ничего. Сейчас мы с вами попадаем ко мне в особую комнату, где можно уже общаться каким образом. Переписываться, например. Так, теперь, друзья, так, странно. Вчера было, прошлый раз 20, сегодня 30 участников. Ну-ка, сейчас я гляну, быстро, быстро, откуда лисий десяток взялся. А мы в начале всегда мало. Только записи добавляю. Записи смотрят. Антон, привет. Вот, я тебе посылку скоро вышлю. Только, извини, вместо четырех черешин, только две, я уже стыда сгорал. и я написал на твоем заказе две персика красавицы, два черенка. Это, чтобы не оказаться, во-первых, в долгу, вот, но невозможно. Ну, вот, я извиняюсь перед тобой, еще есть один человек, который, я тоже извиняюсь, дама, которая, я сказал, ну, почти, наверняка обещаю, ну, почти, и не сдержал обещания. Но слово почти меня оправдывает. Так вот, хожу, вот у меня всего девять черешных деревьев. Цветочные почки до самых макушек приросты уже мало дают, вот такие приросты, а дальше идет вторгоднички уже, то есть, это, сплошные букеты этих, полудушек, сплошные букеты. Ну, нечего отрезать, ну, что ты будешь делать? Я уж и так, я так, Антон, ты уж прости меня, вот, ну, два вот таких срезал, все. А компенсация два черенка персика. Как ты умудрился не заказать персики, я не знаю, вот, при твоих аппетитах. Все, вот я с тобой отдельно поговорил. Алексей Виноградов, самое теплое чувство. Вот, вы мне помогли понять, что я выдающийся садовод среди мошенников. Представляете, титул заработал, выдающийся садовод среди мошенников. Больше 150 сайтов украсили свои сайты моими фотографиями. Они признали моё первенство. Наука отдыхает. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотрю, бывает, фамилии попадаются, ну, буквально незнакомые. Господи, Александр Алексеевич, ребрик, нашёлся, самый авторитетный человек среди нас. Я себя поздравляю, нашёлся. Я не видел вас в нескольких вебинарах. Вот. Вы, это моя, это самое, возможность общаться со всей Россией. Когда отпечатался ваш великолепный, самый красивый в России журнал под названием вестник садовода. Так. Ну, жили за Юрием. Братно вместе? Я думал, помахаю шашкой, пока его нет, пока его нет, все, не будет. Не угадал. Так, ну, всё, друзья. Мы с вами два часа общались, очень плотно. Вот. Я пойду на кухню на пять минут. Отпустите, ради Бога. И вы отдохните. меня. То, что хоть здесь человек прибавилось для начала, но и то для меня, это значит, что всё в порядке. Будем жить. Вот. Мы сегодня несколько мировых законов рассмотрели. Представляете, вы сейчас грамотнее всего. Я уже не беру всю науку, наверное, там и попадаются уникумы. Потому что если брать тебе несколько денег, которые всё пытаются закрыть, земля жирная, вот. А я говорю, как её можно спасти? Только дайте нам, сибирякам. Когда-то сибирские дивизии, спасли Москву, мы можем спасти Сибиряевскую академию. Мы, это значит, это самое. Кстати, ещё надо будет поговорить отдельно. Может, Юлия Алексеевича и её, вокруг неё тоже несколько человек как бы сплотилось. Вот. И выйти на губернатора, значит, договориться с институтом, чтобы все наработки Владимир Ково, за одним, значит, Далматово и Железово могли на Урале процветать. вот это одно место, где можно нацепиться. И Москва. И туда отправить. Савенис, Юрий Александрович, вот. Значит, ой, если мне надо 10-15 фамилий назвать. Вот. Савенис, Железов, вот. Рыкалин, этот, так сказать, лидеры. А за ними сейчас такие ребята, которые в отдельных областях обошли и Рыкалина, и Железова Сергея, и Савенич, и меня. Вот. Только руками разрушить. Помните, я в шутку раз 10-5 или 10 говорил, увольняюсь. Все. Я больше не нужен. Было? Я не волюсь, если нам отойдут в Тимиразюку. Ну, ладно, я на кухню. Пока Тимиразюка нет, будем продолжать. Без нас Тимиразюка обречена. Уже закрывали, земля жирная, вот. Революцию там никто не устраивает. или высеверяки, или гипермаркеты на месте тех садов, которые сейчас там есть. лağı накрывают investment Гиперт зимней realistically done